С июня 1941 по ноябрь 1946 житель Соликамска, работник Уралкалия Тимофей Антипин, написал жене Маруси более 150 писем. Эти письма стали живым источником правды о войне, честным и настоящим. Этому ежедневному подвигу соликамцев-калищиков на войне и в тылу мы посвящаем эту передачу. Пишу я тебе уже пятое письмо, а от тебя не получал еще ни одного. Досадно, что так долго ходят письма. Получу ли я от тебя здесь в Рыбинске сказать трудно? Вероятно, недолго пробудем здесь. Хочу знать о тебе и о родных, и вообще о вашей жизни. Будешь писать? Пиши, как дела с квартирой, с работой, с зарплатой, с дровами. Все-все пиши. Я вчера лежал после отбоя и думал, что делает Маруся в это время. Интересно знать про электролабораторию, как там идут дела. Ведь правда, что на самом деле никаких изменений там нет, все идет по-старому. Так же в определенное время спешить на работу. А после работы все те же самые заботы о домашнем. И все то привычное однообразие, которое называется жизнью в гражданстве. А мне почему-то кажется, что все там по-другому. Лучше, чем было при мне. Легче становится, Маруся, когда информбюро сообщает, например, такое. Наши войска выбили противника из Ростова на Дону и тому подобное. Извиняюсь, Марусь. Пишу ерунду всякую. Тебя, наверное, это все не интересует. А больше я и писать не знаю что. В письме не расскажешь о себе так, как есть. Что же еще? Жив. И почти здоров. Немного кашляю и прочие недостатки, которые ты знаешь сама. Шлю тебе свой чистосердечный привет И желаю всего-всего наилучшего В твоей горемучной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok